запись включена добрый день уважаемые коллеги и особо приветствую иван юрича который не успел прийти на первый поток и сейчас нашел время сколько у вас время сейчас на сахалине сейчас семь часов вечера вечером надеюсь у вас есть время с нами поработать сегодня да мы будем говорить о big data об управлении большими данными в онлайн-обучении мы будем говорить о том как эти данные превратить в образовательные и даже экономический результат представляться мне надо коллеги о игорь прошу включить микрофон игорь владимирович белянин наш старый френд мой большой друг микрофон место привет игорь я тебя с айпада что правил я запустил программу с айпада просто посмотреть функционал а хорошо будь любезен посмотри хотя бы пять минут и понимаю что тебе надо бежать как обычно да 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 я за самое просто рад видеть думаю что сейчас все хорошо получится будут большие при большие данные которые потом будем еще оценивать хорошо хорошо но экран сейчас видно вот я показываю карту россии по моему идет без задержки вот показываю навожу мышку на марию лавряшину которая сейчас на сайте как раз видно хорошо видно видно хорошо отлично игра но принципе тоже уловил что тут можно рисовать все это записывается можно общаться и так приходим опять к нашей теме технически у нас все хорошо и мы будем постепенно погружаться в тему управления данными существует много различных показателей для управления разные потребности на всех не угодишь мы будем постепенно приближаться от более крупных показателям показатели более мелким в том числе и детальным отчетам которые нужны конкретной кафедре или конкретному преподавателю для того или иного анализа и начнем из того что посмотрим на экран и увидим страничку компании teleboard в которой на русском языке сейчас мы что-то будем рассматривать хочу сразу обратить внимание что можно и не входить на эту страничку к тому кому это требуется директору школы и заведующему кафедры так далее а делать это все в лмс мудал вот такая вот система и третий вариант получения аналитики вообще никуда не входить не в моду не в интелли борт а получать по графику полу расписанию определенную отчетность которая нужна тому или иному пользователю вот такая вот я не бачки да прошу прощения вот у меня такой вопрос вот мы сейчас вошли вот интелли борт нет это имеется ввиду что это за пользователи это сайт интелли борт или их сообщество иван юрьевич очень хорошо что вы будете постоянно меня спрашивать и вы все остальные интелли борт это сайт компания салаги с аналогичным названием интелли борт точка нет разработана нашими соотечественниками но за рубежом там программисты со стран снг хорошие ребята хорошая компания они работают в америке и они очень хотят чтобы вот этот сервис применялся в россии на каскаде и льготных условиях и даже бесплатных условиях только для россии и и упреждая ваш вопрос по защите персональных данных мы сейчас смотрим функционал но как только встает вопрос о его реальном так сказать боевом применении мы переходим другому вопросу размещению этого плагина функционала чисто на российском сервере или на школьном сервере это уже следующие вопросы технологические и ответил на ваш вопрос иван юрьевич да да спасибо вот я только чуть-чуть уточню вот эти 12 тысяч 400 пользователей это имеется ввиду у них сейчас на сайте да нет нет это на сайте которым управляю я чтобы увидели что действительно работает на российском на территории россии на примере реального образовательного портала показываю сейчас именно реальную статистику одного из сайтов российских и потом я понял это ваши ученики ну это не только ученики это мои подопечные это те коллеги которых я обеспечиваю в том числе аналитикой где происходит онлайн обучение и я демонстрирую что-то действительно работает для любого количества пользователей и даже для любого количества организаций например в усоле компания имеет филиалы или несколько сайтов и все они могут управляться единые панели например казанский по моему федеральный университет у него несколько таких сайтов с разной направленностью вот и все можно в одной панели управления видеть и анализирует итак в я авторизовался на этом сайте и нахожусь на панели главное вот он не приветствует вот моя учетная запись и я пока вижу самую общую аналитику это еще не big data это некоторые укрупненные показатели мы пойдем дальше подробнее подробнее вот такая аналитика мне видна что в ней полезного но наверно тоже есть полезная информация сколько пользователей сколько из них активных кто сейчас работает реально на сайте решать какие-то задачи все что мы будем видеть сейчас и в дальнейшем имеет особенность что она отображается в реальном времени не постфактум а в реальном времени вот это интересно такой момент аналитики как новый пользователь в новом курсе который зашел именно сегодня находится справа тоже некая хорошая аналитика которая показывает постоянно что обновляется и на какой предмет хорошо далее идут более подробные отчеты и настройки и и в конце сейчас я возьму карандашик можно любому пользователю сделать запрос на нестандартный отчет то есть все то что мы здесь увидим хорошего и интересного это все десятки около полусотни различных обобщенных отчетах с детальными группировками и сортировками но это не значит что это долго можно заказать какой-то нестандартный отчет для каких-то задач давайте я сейчас выйду из этой учетной записи и вернусь к истокам к самому сайту вот мы сейчас видим его на экране это intelibor.net тот базовый сайт которого начинается вся технология управления данными сейчас он на английском языке но уже проведены и большие работы и он будет локализован на разные языки в том числе русский украинский казахский китайский немецкий французский и другие языки активно идет обновление и здесь видим такой захватывающую надпись мы делаем онлайн обучение системы онлайн обучения более умными смарт интересно что вот эта цифра миллион семьсот семьдесят пять тысяч она не дутая она реальная это сколько обучаемых точнее участников образовательного процесса являются пользователем этой системы сколько там тысяч курсов 118 тысяч курсов справа мы видим способы регистрации бесплатной свободной регистрации на 15 дней полноценная полнофункциональная боевая версия с полной аналитикой потом она тоже остается бесплатно но усеченной вот это пожалуйста имейте ввиду авторизация через две социальные сети здесь видна чуть ниже на английском языке там делал перевод если видели и в прэзи и в pdf и powerpoint и здесь мы видим смысл который вроде бы кажется нам слишком рекламным оказывается анализировать и отслеживать в реальном времени учебную производительность и эффективность или результативность они заявляют и мы сегодня будем убеждаться что это действительно работает здесь вспоминается лом с мудал но они не только мудал обеспечивают ребята амбициозные талантливые талантливые и достаточно успешные и умеют делать интеграцию с другими платформами в том числе упоминается в планах и интеграция с еды x что для нас тоже интересно кроме того они я правда не пробовал но они объявили то же самое работает на blackboard канвас и еще какой-то четвертой платформе но я вот больше знаю модалл мне интереснее попробовать на модалл а столь остальные платформы просто имеется ввиду в них тоже можно работать как здесь пишется это постоянно можно делать можно сравнивать анализировать мониторить учебный процесс такое описание возможность здесь мы видим нашу защиту данных что это безопасно уже раздаются мнение что это куда-то утечет за рубеж уже поступил ответ что никуда они не утекают все хранится в кэше да в кэш тоже можно зайти хакеру но как я уже говорил можно сделать абсолютно безопасный вариант если разместить сервис локально на территории россии у российского провайдера или вообще в организации есть это кому-то надо будет принятие решений обеспечивает формирование отчетов мы любим отчеты но не всегда их используем обеспечивает это все правда это все настоящее это позволяет понимать более глубоко процесс как они заявляют а мы будем это потом видеть здесь мы видим отзывы например black rocket productions американская компания корпус мира это тоже известная международная общественная организация вот они хвалят у них волонтеры происходит обучение в лмс им все это очень здорово помогает и ниже пошли прайсы и вот мы видим для нас всегда интересно бесплатно да иван юрий слышите не пропал не пропал мой звук и мы видим что здесь для нас любимый бесплатный вариант присутствует но для одного администратора для одного сайта до 500 в принципе тоже неплохо до 500 обучаемых и 300 курсов хорошо но родителей работодателей подключить учетку не получится бесплатно можно получать 10 отчетов что тоже скажу интересно отчеты по графику будут высылаться техподдержка круглосуточная интеграция на уровне сингл сайн он не будет но уже уже что то интересное мы видим следующие колонки мы пока не рассматриваем у них конечно больше возможностей но я хочу сразу сказать что вот эти варианты которые здесь присутствуют для российской федерации это решение собственников компании еще раз повторю это наши соотечественники они делают более мягкую тарифную политику и в частности для школ для средних образовательных учреждений они готовы всем дать бесплатно для вузов не 15 дней полноценную версию а 6 месяцев посмотреть попробовать а уже потом рассматривать какие-то тарифы потому что естественно это работа это затраты это работа программистов их надо обеспечивать чтобы компания развивалась поэтому это не абсолютно бесплатный вариант в полном объеме но в той же время предлагает частично и бесплатные сервисы в той или иной степени мне понравилось что тут они предлагают заказать консультацию мы ее в принципе не думаю что нам потребуется вот она и есть уже консультация и пожалуй мы зайдем авторизуемся под демо учетной записью сейчас покажу тоже боевой сайт но реальные данные там будут условные потому что все таки персональные данные показывать не очень-то этично и так вот я зашел на учетную запись слева давайте сделаю покрупнее чтобы было видно вам Игорь Владимирович на мобильном устройстве если смотрит тут должен убедиться что качество трансляции отлично должно быть даже на мобильных устройствах нашей встречи и он микрофон может включить и при этом задержка звука что меня радует минимально все замечательно мне нравится у меня еще пальчиками разводится соответственно показ экрана то есть я могу акцентировать внимание на чем я захочу мне нравится интерфейс я считаю что вот эту инициативу надо теперь развивать и продолжать я готов после некоторой подготовки продемонстрировать соответственно наш народный опыт то есть вот чтобы можно было дальше развиваться я к сожалению сегодня шибко занят поэтому я посмотрел посмотрел уже самое начало и мне тоже это нравится и это тоже надо развивать так что до встречи и до наших дальнейших совместных работ Игорь ты мне очень помог спасибо тебе большое ты меня поддержал только на бегу добавлю видео камера не будет записи все остальное будет ну и бог с ним самое мы зато тебя послушаем хорошо Игорь всех благ тебе кстати напомню куда там внести сумму на развитие EDX я потерял твою ссылочку потом мне напиши я хочу заплатить я потом мы с тобой созвонимся договоримся там хорошо всех благ пока давай счастливо итак с левой стороны как мы видим можно выбирать несколько сайтов которые находятся у данного пользователя у данного администратора системы и не только администратора это может быть и заведующий кафедрин например или заместитель директора вот здесь выбирается тот сайт который анализируется в данном случае я выбираю вот этот демо сайт и смотрю ту аналитику которая есть соответственно есть разные варианты управления крупными подсистем здесь можно скрыть эту панель и вернуть ее на место для удобства в анализе так у меня отошла сейчас я снова верну вот так можно вернуть и слева мы видим в панели управления подгруппы отчетности подгруппы аналитики все видим на русском языке очень хорошо главную мы уже видели это было приветствие загружается информация общего характера главное посмотрим как она отличается для демо версии здесь меньше курсов меньше пользователей все четко отображается карта другая в данном случае это уже другие совершенные участники другая территория все работает можно приблизить здесь никого сейчас нет эту аналитику мы уже приняли к сведению в категории закладки закладываются те наиболее важные разделы которые интересуют именно данного пользователя чтобы быстро находить что-то например в закладке участие ученика или закладка прогресса обучение это те отчеты которые нравятся данному пользователю которые сейчас залогинился это были закладки теперь просмотрим группу виджетов виджеты как мы знаем это некие программные решения которые решают ту или иную задачу маленькие программки виджеты о чем тут идет речь каждый из этих графиков какой-то полезный какой-то не очень можно вставлять на свои сайты может быть даже вообще не связанные с учебным процессом где-то на сайте вуза или еще где-то можно превратить вот такой шеры и получить код страницы то есть то что происходит в реальном времени по какому-то показателю можно превратить виджет который в виде айфрейма если его выделить цветом вот этот айфрейм без всякого программирования я тоже не программист вот это вот умею можно вставить куда надо и оно будет в реальном времени показываться вот такой виджет причем в этом виджете можно задать эти размеры маленький средний большой ну изменить этот виджет можно настроить по расписанию когда он будет отправляться по почте с указанием частоты с указанием формата например в pdf который не редактируется или эксельская табличка который можно делать какие-то группировки вычисления или csv файлы для подключения какой-то базе данных какой-то обработки можно включать вот такие виджеты их можно перемещать вот так вот в любом порядке переставлять ну например для подготовки проведения каких-то отчетных мероприятий заранее все настроить никакой powerpoint не готовит сразу все в реальном времени просматривать и расположение их у каждого свое такие виджеты смысл этих виджетов я думаю сейчас комментировать не нужно тут и самые активные и графики показываются плюс можно в каждом из них можно еще настроить такие виджеты такие программные решения управлять ими изменить дату вот так при нажатии на дату появляется календарь можно указать с какого по какое собирать данные или за какой-то стандартный интервал времени они будут собираться и размещаться там где надо 4-5 виджета у ректора или директора в реальном времени что-то показывают можно глянуть и одним махом все сразу увидеть виджеты не будем пока углубляться в детали но сам принцип мы увидели идем дальше ученики или студенты группа отчетов группа для анализа показывает нам также сводную аналитику по всем регистрантам по всем мы сейчас не будем детально изучать или группа по курсам сколько у нас курсов в каком они состоянии используются самые посещаемые вот например вот такой виджет я бы порекомендовал директору или директору школы разместить у себя где-то на своей служебной страничке и сразу видно какой курс самый посещаемый а какой менее и получать для себя аналитику самые активные как растет активность курсов как идет регистрация на курсов но тоже более сложные аналитики может директор это не очень интересно сколько идет наполнение новых курсов мы здесь видим что они начались потом постепенно стали падать но это демо сайт вопрос виджетами уловили идею коллеги Иван Юрьевич да все все понятно достаточно все понятно это хорошо если вы не согласны если вы хотите возразить это будет очень хорошо или уточнить тоже можете спросить прямо тут же и если это будет неинтересно или скучно или то вам не нужно тоже можете сказать я не хочу навязать итак переходим к самому интересному да ну можно упомянуть нагрузка это больше технический анализ для технических администраторов сколько какие курсы какого размера какие самые активные IP адреса у каких пользователей какие браузеры используются ну вроде бы как мелочь но это технический анализ интересен например вот этот интересный анализ показывает для меня мне всегда интересно как часто происходит тестирование потому что от интенсивности тестирования зависит нагрузка на сервер и чем больше тестирования идет тем не нужно заранее предугадывать мощности потянет мой сервер не подведет ли он в самый ответственный момент то есть он не пропадет сервер он не сломается и база данных не нарушится просто у студентов могут быть зависания он нажимает на кнопочку следующее задание а там белое окно сервер тормозит он не сломался он просто тормозит и это происходит иногда бывает вот такая статистика интенсивности тестирования мне например интересно и можно показать руководителю посмотрите вот наши ресурсы на пределе давайте увеличиваем трафик увеличиваем память иначе у нас в нужный момент может сорваться нужная задача по операционным системе я не знаю что полезного windows не windows ну здесь вот получилось так что все используют windows может быть вы сами подскажете в чем польза вот этого этого анализа но она тут встроена как бы присутствует и может быть кому-то пригодится если она не нужна этот виджет его можно удалить вообще чтобы он не мешался не отвлекал и опустить куда-то вниз а потом если необходимо снова вернуть настройка языки ну интересно если у нас участвуют студенты обучаемые из других стран на других языках вы знаете платформах даже в одной и той же платформе в одном месте язык русский в другом только английский интерфейс и все это один сайт на разных языках происходит тут тоже можно видеть обучение ну а теперь переходим уже непосредственно к учебной аналитике в группе отчетов в этом случае разбивается раз два три вот такая совокупность групп и в каждой этой группе есть свои подотчеты начнем с обучаемых или с учеников первый отчет по обучаемым вот он сейчас загружается нигде он не хранился он только собрался из базы данных это ученики по прогрессу вот мы видим сейчас нарисовались динамики эти проценты по оценкам что очень мне нравится приступая к анализу данных мы никогда не знаем какую-то заранее единую функцию оптимизации мы решаем какую-то отдельную аналитическую задачу по всем этим колонкам мы можем легко проводить анализ с помощью вот этой кнопки сортировки например стоит задача какие у нас студенты самые успешные в обучении то ли это вузе то ли это по какому-то предмету вот здесь есть фильтр где можно включить все курсы за все учебные заведения выявить самых лучших или за какой-то факультет вот они когорты объединения потоков студентов групп по направлениям например финансовый кредит или мировая экономика или еще какое-то направление подготовки их вузе может быть десятки вот там нужно по направлениям а еще по этих направлениям по курсам все студенты первого курса или первого и второго вот эти вот когорты позволяют делать группировку для анализа вот допустим я взял только курс автомеханики и хочу показать как происходит по нему успешность насколько успешно идет обучение и вот пожалуйста видно что такой-то студент вот это все курсов автомеханики на сто процентов освоил курс получил максимальную стобальную оценку как он был зачислен сейчас нас не особо интересует но видно сколько раз он посещал повторяю это учебный сайт для проверки функционала хотя он еще и не завершил например какое-то событие еще нужно ему например сертификат выдать он баллы набрал но сертификат ему еще не подтвердил такое может ну и какие-то даты по зачислению когда они были зачислены здесь мы видим вот он прогресс обучения простая четкая задача решаемая на уровне предмета группы предметов на уровне потоков и на уровне всего учебного заведения критерии оценки это завершение или полнота оценки говоря группе риска которые понимаются это студенты которых могут очислить здесь мы сразу увидим сам перевернув статистику наоборот а вот идет процессинг видите обработка мы выявляем группу рисков кто у нас самые рискованные студенты по данному критерию анализу и вот здесь мы уже начинаем думать а почему например ну например у него вообще нулевое посещение то ли интернета нет то ли он не знал то ли ему не объяснили сразу видим группу риска вот этот вот обучаемый идет начисление скорее всего он может не успеть если мы анализируем заранее далее чтобы не входить каждый раз в эту платформу а по расписанию получать мы можем сформировать график и получать этот отчет за определенный интервал который нам нужен допустим за каждую последнюю неделю за каждые последние семь суток нам нужно мониторить без хода в эту систему мы задаем нужный нам интервал указываем почту например на почту ректора или на почту зама по учебной работе и ему по интервалу будет четко высылаться именно этот отчет указывается какой формат или можно сразу распечатать вот если моментально нужно положить на стол можно тоже распечатать и задача решается вот таким образом вид отчета прогресс вид сортировки различные фильтры мы так решаем задачу анализа прогресс по всему сайту следующий вариант отчета работает аналогично вот все виды отчетов работают в виде таблицы показатели сортировок фильтра по датам факультетам предметам или по разным совокупностям и мы получаем четкую информацию ту которая нужна именно нам потому что единого критерия оценки качества для студента для заведующего для ректора и так далее мы никогда не найдем да еще и в разных вузах разные требования вот например здесь мы сортируем прогресс по всему сайту вот прямо в обратном порядке мы здесь уже видим сводную аналитику по всем курсам вот этот студент он записан на 9 курсов например это первый семестр первого курса возможно сколько у него завершенной заданий ну например задание это написать эссе или пройти тест десятки вариантов заданий могут быть мы сейчас пока этого не видим сколько раз он посещал сколько времени провел хорошо мы увидели сводную аналитику по всем этим когортам тут уже предметы не оговаривается это весь сайт мы увидели вот эту аналитику вы скажете ну а где детализация как мы можем увидеть почему этот студент у нас так вот на такой уровень вышел очень просто вы просто нажимаете по любому обучаемому например он рассматривается на какую-то премию на какую-то компенсацию на какую-то стимпендию на какое-то награждение мы должны объективно его оценить или наоборот он никакой он у нас на отчисление мы хотим понять а где же тут от чего этот результат возник вот эта оценка 90 если мы откроем его персональные данные так сказать по его мы увидим что это за студент все его предметы вот например на этом демо сайте из всех 13 предметов ну например на моих сайтах этих предметов тысячи ну допустим всего на этом демо сайте 13 и он записан в 9 вот это 9 дробь 13 это он записан 9 курсов из всего имеющегося количество и тут же вот видны вот эти градусники вот эти индикаторы которые в процентах показывают его успешность например по архитектуре он онлайн обучение свободного онлайн обучения у него 67 процентов освоения и так далее очень удобно видно но это еще не вся аналитика вот вот здесь кто работал на бирже на фондовых рынках или смотрел финансовые передачи вот это красные зеленые треугольнички в процентах означают что вот этот студент в среднем по отношению к остальным студентам у него падение на 5,3 по остальнюю по показателю общего времени нахождения вот интересная аналитика а по посещаемости у него также падение по средней оценке у него рост вот такой парадокс он меньше посещал меньше тратил время но в то же время оценку получил больше это бывает когда например задание проводится в оффлайне нужно пойти в библиотеку подготовить эссе провести исследование вне сайта потом сдать его преподавательную оценку то есть это нормально при этом здесь видно разными цветами показана интенсивность по месяцам по датам когда когда он посещал чисто по визитам но общая суммарная аналитика здесь сколько минут был на сайте из них сколько он был именно в курсах и уже третий момент сколько он реально выполнял задания проходил тест или участвовал в форумах и так далее вот мы увидели полностью информацию по этому студенту обобщенную вопрос коллеги вот кто меня слышит где мы можем вот это все увидеть на например что то подобное есть как вы представляете себе может быть мы моментально моментально погружение тут от списка всех обучаемых по всему сайту но как только мы кликнули по одному студенту мы увидели отдельная вкладка его более более детализированную статистику аналитику по нему причем сравнительную с остальными а так возьму карандашик вот это вот сразу сравнительный анализ остальными по различным критериям а более детальную по предмету видите я кликнул по вот этому градуснику у меня открывается чисто этот предмет пошло по погружении сверху вниз уже в сам предмет так секундочку нет он просто обновляет данные в сам предмет мы сейчас увидим как как этот эти студенты уже в предмете работает но тут Иван Юрьевич понимаете смотря чей уровень смотря чей уровень если преподаватель вот я преподаю в курсе я это все вижу в основном и так мне это все известно для заведующего кафедры который хочет посмотреть что делают преподаватели с этими студентами с каждым студентом внутри можно тоже зайти в ЛМС и там посмотреть но мы сейчас ответим на ваш вопрос увидим что можно провести аналитику и внутри каждого предмета в том числе и по каждому студенту поэтому мы сейчас прогресс по всему сайту посмотрим дальше статистику входа будем постепенно отвечать на ваши вопросы это статистика входа понятно некоторые вузы я вот был на конференции в Томске удаленной они вводят показатели вот по частоте вхождений и времяпровождений в курсах преподавателя если какой-то минимум преодолен то это хороший преподаватель хороший курс при этом сами докладчики говорили что это не идеальная аналитика но она вот здесь например присутствует если вы хотите так оценивать именно по времени по продолжительности по количеству вы ее получите в том числе в том числе и по какому-то одному человеку можно включить фильтр и видите еще не нажал а уже он тут же подставляет из этих десятков сотен тысяч студентов сразу находит кого надо участие ученика сейчас вам юрист мы увидим ответы на ваш вопрос так тут уже участие ученика детализация в курсе просроченные пользователи отчет сам по себе говорит это те пользователи которые установленный срок в курсе в котором есть календарное планирование что-то не выполняют видно что не выполняет аналитика тут тоже работает аналогично взять самых лучших или взять самых худших и провести анализ почему никто не успевает переходим уже вот ближе к тому что непосредственно касается обучения в онлайн курсах прогресс ученика по курсу идет процессинг или обработка и вот мы видим что некто студент на российском сайте он будет именоваться с русской фамилией именем и отчеством у него до пунктира то есть восемь процентов освоения в данном случае успеха мало оценка у него нулевая по буквенной шкале у него такая у нас шкала может быть пятибальная стабальная это не имеет принципиальное значение это все в настройках делается а вот то что спрашивал Иван Юрьевич он завершил пять заданий а сколько их там на самом деле таких заданий можно посмотреть внутри самого курса в каком-то курсе например у меня таких заданий модулей девять модулей в каждом несколько тем и в каждом несколько заданий а у кого-то два-три задания за семестр это тоже его право вот мы видим анализ по этому курсу видим кто там преподаватель видим динамику роста по сравнению вообще со всем вузом со всеми остальными предметами ну тоже интересно в среднем как работает этот момент сейчас отвечу по телефону извините нажму паузу спасибо в пять часов и так здесь сколько модулей какой формат обучения например понедельное планирование сколько там разделов и какова успеваемость в целом за курс какие виды деятельности мы пока еще не видим форумы или тесты но если говорить про укрупненный анализ по укрепленным таким модулям здесь виден сколько учеников сколько завершила сколько закончила сколько учителей Иван Юрьевич а уже а уже где то есть возможность посмотреть какие именно виды деятельности или это только в планах реализации какие виды деятельности ну давайте ответим точнее уточним это спрашивает преподаватель который ведет этот предмет или его заведующий который хочет его предмет зайти или декан или кто вот Иван Юрьевич вы сейчас в какой роли ну во первых у нас же план как бы преподаваться предмет вообще это обсуждается на кафедре то есть это я преподаватель и может быть методист или может быть заведующий то есть он интересуется как это сделать хорошо допустим это вопрос Иван Юрьевич ведущего кафедры его интересует как идет обучение по дисциплинам закрепленным за кафедрой да потому что вот например если там как сказать плохо работают на семинарах но хорошо работают на лабораторках тогда и планирование другое будет надо же видеть что именно делают вот Иван Юрьевич может быть лабораторку они делают в классе а может быть уходят когда делают лабораторку дома тогда нужны не нужны компьютеры замечательно вот это важное уточнение кто проводит анализ и с какой целью и так заведующий кафедрой у него ну допустим это выпускающая кафедра ведет одно направление подготовки это около ста дисциплин нет давайте лучше поменьше там еще есть обеспечивающие около пятидесяти шестидесяти дисциплин верно если по всем курсам с первого по последней Иван Юрьевич согласны ну да в планах бывает там до восьмидесяти по разным в планах до восьмидесяти но там еще есть обеспечивающие кафедры за которые кстати тоже должен за ними присматривать что они там по иностранному изучают например или что они делают по русскому языку и культуре речи ну например студенты плохо говорят но это уже условности ну допустим условности но согласитесь понятие выпускающие и обеспечивающие если выпускающая кафедра она должна не только все планы у себя иметь она должна и каким-то образом иногда хотя бы вникать так вот допустим заведующий интересуется только своими сотрудниками которые обеспечивают это направление подготовки с его капель их много предметов ему нужно провести анализ первая стадия анализа вот то что мы сейчас смотрим он должен быстро глянуть и посмотреть общий срез качество обучения качество растет общее время нахождения по этому предмету растет какого посещаемое среднем растет или падает сколько там разделов он увидел но он действительно не увидел то ли это семинары то ли это тесты он не увидел и сколько и какое там планирование и вот тогда когда ему захочется зайти внутрь посмотреть что там он наверное должен вспомнить что он подписал в рабочей программе дисциплины по этому предмету взять эту рабочую программу хорошо допустим он ее помнит ему это понятно зайти внутрь курса он где может он может в лмс в лмс он имеет доступ ко всем курсам которые подчиняют преподаватели которые подчиняются ему и посмотреть где там эти семинары какие там оценки и так далее выводить показ каждого вида учебной активности сюда можно но для этого надо подумать что в этом отчете будет я например этот отчет пока не представляю но если мы захотим мы просто делаем так вот допустим по вопросу Иван Юрьевич цель отчета видеть виды активности и оценок по каждому предмету использоваться как в виде графика или таблички как как вы думаете он должен работать сейчас Иван Юрьевич спрашивает вопрос и я начинаю думать как он будет выглядеть показ всех видов деятельности если Иван Юрьевич например не сможет до конца этот вопрос формулировать то может быть он и не нужен этот вопрос но отвечая все таки напрямую такого вот детального по каждому по тестам мы увидим по форумам увидим а вот семинар там сколько семинара сколько чего по моему пока нет и я честно говоря и как преподаватель и как администратор не вижу такой вот даже образа не вижу что мы с этого получим получить общий срез вот это здорово мы получили общий срез как заведующий капитал нормально работают я уже увидел их курсы я их принял до начала учебного года я знаю что там в них есть меня сейчас интересует динамика они там работают или нет смотреть что там внутри вспоминать где семинары где тесты мне уже не надо мне надо сейчас выходить на закрытие на сессию скоро семестр закончится мне нужно быстро получить аналитику как дышат мои преподаватели вот сейчас самое главное логично Иван Юрьевич вы здесь ну честно говоря есть вопросы которые до сих пор не очевидны я вот например не пойму как именно интеллиборд интегрируется с LMS то есть допустим технически когда я подключаю к LMS что я должен сделать какие данные должен предоставить отлично давайте тогда сделаем скачок не буду его детализировать но все-таки сделаем вывод знание заведующим кафедрой отличий что в каждом из курсов оно дается им при утверждении рабочих программ дисциплин при принятии онлайн курса в эксплуатацию он их видел он посмотрел что там и тесты есть и семинары и так далее эта задача она доаналитическая она организационная а вот аналитика качества здесь нам хорошо видна как это вся предварительная работа и дорогая работа по созданию по привлечению и так далее как она в итоге выходит на какой-то результат мы здесь увидели давайте я еще хочу добавить что хочу добавить что на самом деле когда заведующий кафедры лезет в планы то это часто происходит не для того чтобы оценить качество а это происходит в течение семестра например для того чтобы принять решение на кафедре что делать допустим на американский манер вот у нас есть когорта студентов мы приняли а у них допустим вдруг обнаружилось что ребята в этом году очень слабые и они программу еле тянуты нужно как-то срочно принять решение спасти спасти этот курс или наоборот ребята слишком сильные преподаватели расслабились и собственно пол программы уже освоена и можно было бы срочно скажем не срочно а есть возможность воткнуть какой-то специальный раздел скажем по ряду предметов то есть вот тогда и нужно мне кажется хорошо то есть задача детальной аналитики она возникла она постоянно возникает по ходу потому что по ходу мы принимаем решение совершенно верно Иван Юрьевич мне нравится то что вы говорите и так мы разделили даже дело не в том что я могу сделать это руками а это ну как бы это и делается руками дело в том что мы пытаемся найти инструмент который позволит поддержит наше решение с помощью данных замечательно вот вы очень правильно рассуждаете Иван Юрьевич мы должны получить импульс у нас идут дела лучше здесь хуже здесь дальше этот импульс мы должны эту исходную информацию превратить в решение и нам может потребоваться принятие таких действий точно экономических например мы видим что группа не тянет объем сложный нагрузку преподавателя уже выше крыши нам нужно что-то делать иначе они не освоят мы начинаем думать мы начинаем искать ресурсы но что прийти к руководителю сказать нам не хватает ресурсов при данном контингенте мы должны показать ему отчет и сказать вот здесь видите мы хорошо закрываем вот он отчет а здесь у нас слабое место мы должны быстро убедить любого в нашей правоте и нам эти отчеты помогают это понятно я вам покажу что у меня проблема а сами как решение приму мы конечно принимаем решение сами аналитика нам дает информацию об угрозе или успехе оценить то ли нам преподавателей не хватает то ли у них квалификация не та то ли онлайн курсы сделаны некачественно интеллиборд не может это сделать это может сделать заведующий кафедр или декан и так далее они могут посмотреть что им не хватает лучше например вот у этих преподавателей успехи лучше значит не можно обратиться за передовым опытом у них хорошо получается давайте его распространять давайте брать у них лучшие приемы но первоначальный аналитический импульс мы получили здесь мы направляем слабых или проводим дополнительные консультации или увеличиваем объем аудиторной нагрузки ошибок его уменьшим я тогда я тогда вот так хочу спросить а чем это отличается в таком случае от байна рейтинговой системы потому что вот у нас в университете есть эти системы есть срезы тестации и учебный отдел по рейтинговой системе может посмотреть даже в технологической карте может оказаться больше информации потому что ну если правильно составлена технологическая карта если она работает то преподаватель выставляет баллы за определенные виды работы то есть все равно ну как бы вручную это делается конечно в учебно-технических отделах но они получается имеют более глубокую информацию Иван Юрьевич вы очень хорошую тему вспомнили про байна рейтинговую систему во-первых там показывается итоговая текущая оценка накопительная по предмету за семестр и так далее мы увидели мы что вот этот студент лучше или эта группа лучше байна рейтинговая но мы не увидели детализации почему лучше мы не поняли как они при низкой посещаемости вдруг получают высокие оценки они не посещали ведь здесь здесь байна рейтинговая система очень гибкая вот у нас смотрите в байна рейтинговой системе я своим студентам всегда говорю баллы за посещаемость у нас пишут нельзя больше 15 баллов отвести на оценку посещаемости а потом я ребятам говорю вот вычтите из 100 баллов 15 баллов сколько получается без посещаемости они говорят 85 дальше я спрашиваю со скольки начинается пятерка с 85 то есть я говорю можно вообще не на одну пару выходить выполнить все формы работы типа байна рейтинговой системе получить пятерку можно они соглашаются но понятно что с реальным преподавателем это грубо говоря не сработает но сама эта возможность предусмотрена ну иван Юрьевич у нас например не 15 а 5 во вторых у нас например второй модуль имеет минимальный порог посещаемости это за рубежом такая практика есть да ты можешь работать на предприятии да ты можешь заниматься по свободному плану но ближе к сессии будь любезен на лекции профессора какой бы ты умный ни был ты должен пройти пороговый и 100 процентов за семестр один-два балла по каждому модуле по каждой контрольной точке и там две в модуле ты должен набрать ну как этого не ходить ни разу к профессору на лекции быть отличником но теоретически согласен например в ЛИТМО это вот я рассказываю чисто положение ПБРС института механики и оптики ЛИТМО они вот такое утвердили то есть да работаете да ходите по собой нет не на практике вот на лекции там можно не ходить а практике практике нужно посещать практические занятия сдавать задания они сделали градацию и лекции хотя бы части должен посетить и практике да ты можешь и сто процентов ты много за это не получишь но вот этот какой-то порог ты должен пройти и такое часто бывает за рубежом но это бы пошли уже в сторону банна рейтинговой и все-таки ответьте на вопрос БРС это одна цифра суммарный накопительный итог по предмету все правильно это балл от 0 до 100 а здесь другая налить форма другая нормально дано но преподаватель может разделять то есть я например разделяю пары отдельно за индивидуальные задания разделяю баллы отдельно за индивидуальные задания засчитаны за посещение просто за посещение конкретно практик то есть я могу ребятам показать что им почему у них плохо вы абсолютно правы БРС это агрегированный показатель качества правильно вы соглас тоже согласитесь наверное и с тем что БРС это еще и оффлайн не обязательно какие-то там ЛМС и оффлайн конечно и я даже больше скажу если я работаю с больной системой я работаю как бы у нас есть указания для преподавателей я работаю с ней на свой момент у меня своя собственная таблица и я ее потом адаптирую чтобы забить контрольный таблиц дело в том что в моей таблице я могу принимать решения допустим если у ребят группа слабая то я могу пропорционально по самому сильному по лидеру эти баллы увеличить я ребятам навстречу не понимаю что иначе я для себя могу принимать решения я сейчас смотрю на эти телеборки мне хочется увидеть что-то такое же но только чтобы оно было не на пальцы какие-то делать чтобы оно автоматически уже было готово вот оно это классический АБРС но еще с причинно-средственными связями АБРС то что вы начали оно очень интересное по праву преподавателя назначать весовые функции за разные виды деятельности это очень хорошо но мы можем так увлечься может быть мы отдельную встречу по управлению качеством проведем давайте отвечу на ваш вопрос по подключению системы для этого для этого для этого я включу вот эту группу настроек где выбираются сервера вот вы добавляете соединение Moodle или Blackboard в других вариантах просто добавляете вот тут два уже подключены появляется инструкция все на русском языке коллеги сделали ну и в принципе я уже почти ответил на вопрос плагин скачивается с гитхаба бесплатно устанавливается на любой Moodle сайт или он размещен в группе на Moodle точка орб тоже там имеется элементарно устанавливается здесь имеются подсказочки как это сделается как это делается включить веб-сервис один включить протокол второй вот такие технические детали я не думаю что они такие уж может быть по ним отдельно я бы рассказал у кого не получается но они здесь все расписаны вы заполняете вот этот даете название сайта любой на русском языке указываете его url так маркер а маркер это перевели слово маркер оно называется token английское слово тоже сейчас не буду это показывать у меня есть видео инструкция как это сделать все это заполняете нажимая нажимаете проверочку соединения он тут же его этот токен этот маркер проверяет и все у вас проинсталлирован бесплатный плагин он подключен к этому сервису аналитики отчетности вы здесь все это видите моментально вы видите на сайте интеллиборд вы видите отчетность у себя появляется группа аналитики от интеллиборд там все то же самое есть или получаете на почту вот ответ на ваш вопрос как это я сделал ну давайте покажу какой-нибудь ну в принципе тут вы уже увидели покажу какой готовый настроенный сервер можно отредактировать сейчас открою какой-нибудь готовый сайт и вы увидите результат как это все было или я уже достаточно ответил на вопрос как это делается да я думаю что в принципе коллеги разберутся общая идея уже да да вот я готовы и разбираем просто забивать вот видите URL указан маркер токен введен все остальное ничего не менялось тут можно назвать сайт на любом языке с любым текстом проверить подключение он тут же connection successful соединение отлично для администратора средней руки даже не программистов вот я например не считаю себя вообще программистом у меня степень по экономике трудоемкое составляет ну пять минут ну ну десять минут все это очень быстро ставится ничего тут сложного нет это что касается техническое подключение ну раз уж мы попали в группу настройки здесь можно добавлять аккаунты например каким-то сотрудникам вообще вне всякой LMS кому вы захотите можете дать доступ можете дать аккаунты для родителей их нету в LMS хотя вы знаете в LMS в той же Moodle можно создавать роль роль родителя который видит только своего ученика или работодателя что в принципе одно и то же это студент за которого я отвечаю я только его вижу остальных я не трогаю мне это не положено вот здесь тоже можно настроить создавать различные разрешения создавать различные виджеты вот такая вот техническая сторона дальше дальше уже к завершению наверное нашей предварительной встречи в отчетах мы посмотрели разные варианты видите прогресс заданий кстати вот это тоже часть ответа на вопрос по видам активности как идет прогресс можно видеть именно по видам выбирается курс вот о чем говорил Иван Юрьевич или группа курсов в которых есть виды активности например тесты семинары форумы и так далее и сразу с разбивкой по видам активности можно получать итоговую оценку с указанием даты завершения если устанавливается дата за этот вид деятельности по посещению и проведенному времени вот пожалуйста ответ на вопрос Ивана Юрьевича именно в разрезе видов деятельности например здесь будет конечно русский язык на русском языке название коллоквиум по теме 1 тест по теме 1 обсуждение по теме 1 форум по теме 1 потом по 2 вот все виды активности которые у меня в онлайн курсе есть они здесь представлены их можно проанализировать их можно показать в любом количестве на одной странице и тут же можно отсортировать и получить ответ какие виды деятельности в данном курсе или в совокупности курсов работают Иван Юрьевич вот ответ на ваш вопрос по видам активности согласны все все вижу отлично то есть здесь нужно поиграть посмотреть вопрос только на каком сайте если вам нужен демо сайт вы не хотите сразу идти на сайт своей организации какие-то у вас опасения вы можете через меня получить доступ к этому учебному сайту спокойно решать любые задачи со мной или без меня вы просто мне сообщаете и играете смотрите анализируете задаете вопросы формулируете личное мнение вот пожалуй по аналитике все и последнее что я хотел бы напомнить центр уведомлений здесь все аналитику можно задавать с рассылкой по расписанию кому это надо вот пожалуйста создаете новое уведомление например мне каждый день приходит отчет по бездействию на почту я уже сюда не вхожу я гляну и увидел отчет по успеваемости в нужное время четко приходит письмо гляну пошел дальше работать гляну пошел то есть не заходить никуда вот это последнее очень важное я считаю средство анализа это нужно быстро глянуть увидеть и пойти выполнять следующую задачу подводя итоги вот наши такой ознакомительные встречи по функционалу я хочу отметить роль Иван Юрьевича я рад в принципе вот хорошо когда есть живое общение упоминание про БРС тяжелая система трудоемкая мы все это знаем мы начинаем сталкиваться с массой каких-то там разболовок там отчетов заполнений и так далее если у нас онлайн курс есть в нем активность назначена баллы распределены нам больше ничего делать не надо получили итоги по накопительной системе по колонке отчетности сразу видели БРС например у нас БРС по ступбальной шкале и хочу поблагодарить всех кто с нами присутствовал я бы не хотел вот ваш совет не хотел бы выкладывать этот вебинар в общий доступ без вашего разрешения потому что мы обсуждали некоторые моменты конфиденциального характера если вы считаете что эта информация может быть представлена всем режиме просмотра записи я тоже не против мне понравилось на живое общение один два участника достаточно чтобы изнести аналитическую серьезно какие пожелания предложения вопрос уважаемые я думаю с моей стороны никаких ограничений я думаю можно выложить можно открыто выложить наши обсуждения плохо слышу Иван Юрьевич поближе к микрофону звук пропадал я вас тоже не слышал я говорю что сейчас я думаю что можно выложить запись каких-то конфиденциальных вещей я не сказал ничего хорошо технически было пропадание звука да да вот сейчас буквально передо мной когда говорили чуть-чуть звук пропал это я нечаянно на кнопочку вот здесь меня не было слышно были ли замечания по ходу трансляции задержка какие-то нарушения в качестве вообще нет замечательное качество отлично как вам нравится точнее не нравится то что надо каждый раз скачивать этот экзешник go to meeting себе на компьютер я не вижу в этом проблема в принципе collaborate этот blackboard эллиминейт бывший точно так же да приложение скачивается все отлично ну что ж кто-то с нами тут еще присутствует микрофон не хочет включать или его нету я на этом встречу нашу заканчиваю вы можете мне писать сообщать особой благодарности Иван Юрьевича который удивительно хорошие вопросы поднимает и мне нравится что это тема для дискуссии управления качеством БРС это сложнейшая вещь которую видимо надо отдельно обсуждать и делиться опытом Виталий это не Виталий Довголь из Северного Кавказа с нами мой Юрий Николаевич именно я а именинник да сегодня с днем рождения Виталий спасибо спасибо Юрий Николаевич если вы слышали концовку и у вас есть опасения и технические сложности как это проверить я вам даю логин пароль ходить тренируйтесь смотрите на учебном демо сайте хорошо да привет профессору напомните нашему френду Чифранову Петру Чифранову Сергею Георгиевичу Сергею Георгиевичу хорошо очень хорошо еще какие вопросы пожелания нет больше на сегодня если тогда всего доброго дорогие коллеги я останавливаю запись оставляю микрофон еще 2-3 минуты и желаю новых встреч всего доброго до свидания